Старшая сестра, это рекомендует. Денис Таван Андреевич, Иван Андреевич. Дрёбать, джобач. Ну я, Львович, ну вы же сколько ходите в меня в судьбу? Ну вы не знаете, что, где, когда, почему, зачем, как. Ну ты такой праздничный. Снимите. Хороший костюм. Хороший костюм. Заплаты. Конечно. Спасибо. Конечно. Вообще. 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 Я сейчас покажу, чтобы все равно. Мы не нравились. Сделайте мужчину. Сестры, вот мы тут каши принесли, раскладывали. Сестры, слышите, чухи прямо. Сестры. 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 Можно не так делать. Валерий Курас 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 Благодарение сегодня у нас И по календарю Евангельское чтение Именно благодарственное чтение Которое всегда читается на благодарение Но Совпадение Может быть так совпало Совпадение Вот так вот Ну что еще сказать Слава Богу за все Аминь Я не могу долго задерживаться, мне больным надо ехать, поэтому я сделаю какие объявления вам, вы здесь уже празднуйте, я с вами. У нас, значит, следующее исповедь будет 30-го, это будет суббота, причастие будет 31-го. И после литургии совершим новогодний молебен, так же будет 31-го. Здесь, значит, у Люба Минаева у нас, срочно попала в больницу, увезли ее уже вечером, по-скорому, у ней что-то открылся, значит, ее приступ, по-видимому, камни. Ну, там боль сняли, сказали на другой день операцию, но операцию отложили, сказали, после Рождества будет, только да. По-видимому, у нее воспалились, а камни это, вот. Она там что-то самолечением, видать, занималась, вначале голодала, потом какими-то травами, ну и, видать, растревожила. Они спокойно лежали, видать, камушки там уложились, они лежали, она их растревожила, и они начали, видать, там движение какое-то начали. И в ней боли страшные, скоро уже вечером Роман на машине потемнул и Мамонтова увез. Вот так вот. Так, у Любы, значит, есть гуси. Кому в Рождество нужны гуси? Гуси у нее хорошие гуси. Жирные. Хорошие гуси. Да. То заказывайте. Татьяне Кузьминичне дайте, значит, списочник, и она, значит, это. Обязательно. Вот. Цена я не знаю какая, но не дороже, чем на базаре. Будет сам. И если кому нужна баранина, так же заказывайте. Вот. К Рождеству. Вам, кому знакомым нужно, будет. Стоим, Барабаш, скажите, профессор, попроси. А? И Игорь Барабаш говорил, что у него есть говядина, молодой, значит, он бычка будет, значит, приготовить в России, кому нужно, то так же заказывайте. Необычное какое-то он сказал. Ну, это мрамор, это порода называется, там, Гарифорды. Он брал эту бычка, покупал, и у него от этого там уже пошла такая. Они, конечно, они необычные бычки. Если они вместе родились, допустим, простой, как там наша потеряющая порода, и этот, то этот, где-то, допустим, за это время у него килограмм на сто, вес уже больше. Вот такой они, у него спина как такая квадратная, он идет так вот. Видно, что даже по походке видно, что он благородных кровей. Он идет, когда в стадии-то он идет так, другие там как-то это, а он идет так уважно, так потихоньку. И когда бывает так, что Игорь уезжает, и просит, батюшка, там напоишь коров, чтобы, ну, я наливаю, корыто стоит. Корыто в подходе, корову, есть такие коровы, которые подойдет одна и никого больше не пускает. Одна пьет, пока не напьется там, а то, что она пьется, еще стоит и отгоняет. На другой раз такие смирно подойдут три. Он вот так вот идет, не останавливаясь между ними, их раздвигает, вот так вот, и пьет. Его никто не трогает. Даже вот есть, они бычки эти молодые, ему еще годик, а коровы уже такие, есть такие, норовистые. Но если он пьет, корова его не трогает, потому что он не отойдет уже, он головой, отойти пошла вон, ты смотри, кто пьет, вроде бы, такая у них, норовистый такое-то у нас. Месокомерный. Да, это так вот. Виктор Андреевич сегодня позвонил, заболел. Ну, что-то это, видать, какая-то это, инфекция. Сейчас, сейчас, сейчас болезней много, а мы когда были в детстве, у нас там одна болезнь была, какая, повитуха. Что она за повитуха, заболел повитуха, говорит, что-то, что ли хаманка, или ли хаманка еще была, ли хаманка какая-то. Что она за ли хаманка, умер младенец, что-то, говорит, ли хаманка его взяла. И все. Но больницы-то не было, шибко, врачей-то там. А сейчас с врачами-то что, в Горщино было? Сокращает все больницы, поселом сокращает больницы. Что это за программа такая? Кто я такое установил? Чтобы поехать теперь в больницу, нужно за 70 километров. Ну, а зимой, представьте, 70 километров, а дороги нету. Как доехать? Это хорошо, когда есть, там, говорится, эти, санитарные вертолеты там, или какие-то там, еще там, снегоходы такие, что может. А это нет же ничего, нет. Куда? Вот оно случилось. Ладно, машина на ходу завелась, поехали. Нам до Мамонтова ехать труднее, чем до Барнаула. До Мамонтова 70 километров, а до Барнаула 150. Но до Барнаулу нам легче уехать. На поезд, только дождаться поезда, он идет пол пятого утром. А туда нужно выйти на трассу. Как еще на трассу выехать? До трассы 16 километров на дникоходе надо, а потом уже по трассе. Там где-то машина, понимаете, как трудно. Я вчера слышал, просто интересно, по многим жалуются селам. Была больница, все сократили, говорит, и нет никого, значит, ни хирурга, ни терапевта, все сокращают. Ну, так это было. Пожили хватит. Ну, слава Богу, значит, болеть не надо. А болезнь, что переноси с терпением, со смирением болезнь свою. И болезнь Господь посылает нам и по грехам нашим, и бывает, что для вразумления. Когда здоровый человек, говорят, во здоровом теле здоровый дух. Это совсем неправильно. Они вот какие здоровые бывают преступники, а духа, там никакого нет здорового. Поэтому нет. И в больном теле, наоборот, может быть здоровый дух. Даже старые люди говорили, помню, бабушка говорила, наша 96 лет она прожила. Она все, еще когда была, ой, хоть бы, чтобы перед смертью, чтобы поболеть бы, говорит, немножко, чтобы пострадать. Пострадать, как бы, поболеть. Ну, и поболела она немножко, ну, и умерла. И мама наша также говорила, чтобы поболеть. Тоже поболела, но своим разумом, и все, она умерла. Единственная христианка. Вот так вот. Поэтому на болезни не нужно роптать. Ой, за что мне это, Господи, что я вот руку сломала, там, или еще что-то случилось. А за все нужно благодарить Бога. У нас есть такая, потеряете, Серафима Гавриловна, ей уже 92 года. И она, значит, прихожу, она что-то лицо завязанное, наклонилась, что-то к печке, она что-ли, там, и ударилась об этом-то, ну, и снесла там это. Я говорю, что, а это язва у меня. Господь язвочки носил, и нам надо носить язвочки. Вот так вот. Господь был, значит, язвами, и нам надо быть язвами. Поэтому из-за болезни также нужно благодарить Бога. Ко мне какие вопросы? Будьте здоровы, Батюшкин. Да, и приезжайте. Живите подольше. Живите богато. Александр Павлович, я слышал на днях, передавали там передачу по радио, я. Включил, радио России. И там передали, что как в сростках, там эти, ну, там, чтения какие-то, и там про вас говорили, что там какая-то выставка была, видать, фотограф. Вот, и про вас говорю, ой, говорю, наш фотограф, говорю, там на выставке. Я считаю вас своим фотографом. Да, конечно. Я надеюсь, что будет, наверное, в начале года и про Петеряевку. Да? Слава Богу. Ну ладно. Ну ладно, простите меня в ресторане, все, я поеду. Боже, Батюшкин, я поеду. Что, хотелось это мне сказать, нет? Нет, я продолжу. Да, продолжайте все. Все, с Богом. Храни вас все, я господи. Да, и правда. Спасибо. Ну что, мы нас так будем отмечать, это, к этому подвигла месяца два, наверное, назад, муха саженцем надежды. Где-то она здесь там ходит. Вон она. Тут надо навести в бумагах порядок. Ну я как-то идет, и идет, времени нет. Ну и пришлось тогда уже дальше подбирать все. И вот я подобрал документы. Но до документов, еще вот о чем батюшка говорил, вот о сочленении событий. Откуда это пошло? Это нельзя искусственно создать. Ну ты услышал, биография Солженицына такая, капитан, батареи. Апрель уже, ну рядом, рядом, вот победа войны. И вдруг он пишет там про Сталина, по ханам называет его, и его арестовывает. Теперь ГУЛАГ, безвыходно. Выходит, рак, неизлечимый, вынесли в коридор. И вдруг рак исчезает без вмешательства врачей. Высылка за границу, лауреат облеской премии. Опять возвращается. Это нельзя составить биографию. Нельзя, потому что, ну вот здесь погиб губернатор Югдокимов. Составляют фильм о нем. Средства собирает никто, городская, там, краевая администрация. Сняли фильм, и даже никто не слышит, и не знает. Ну выпустили они его, вообще, как будто его никогда не было. Почему? Понимаете, это вот на все эти почему мы можем найти ответы, но за этим стоит око божье. Мы никакие, вот совсем. Сняли фильм «Причустие». Он работал в администрации краевой здесь, Кузнецов Владимир Сергеевич. Простой фильм. Ну, в нем так упоминается, 25 раз пришлось там делать. А он документальный, 45 минут. Он приезжает в Югославию, международный был там кинофестиваль о фильмах, о православии. Ну и опоздал, и все уже, первый, второй, третий. Он говорит, ну хотя бы посмотрите, мы такую даль ехали. Они посмотрели, и сдвинули первое на второе, и он встал на первое место. Видите, это от Бога. А через это мы стали известны везде, и в Америку приглашают, и, скажем, метро продавали. Это Бог делает. Ну, что сравнивать-то? Это несоизмеримая величина губернатора и никто. И вот здесь батюшка сказал, как вот мы отмечаем этот дом. Нужен он был или не нужен. И об нем не думали, и я вас считаю, как с неба опустили. Дело в чем. Вот скажите, вы родились год, свой день, знаете, а какой день недели был? Ни один не ответит. А сегодня ты можешь зарядить в интернете и узнать такого-то года, такого-то числа. Я родился в субботу. Это тоже не случайно. И именно в субботу, вот своей жизнью, мне ни разу не пришлось встретиться с человеком и назвать его Игнать. Я даже не знаю, как бы обратился. Не было, за всю жизнь с моим именем никто не попался. А чтобы Игнатий Тихонович, даже можешь не загадывать. Но однако Господь делает так, что оказалось в Барнауле, была старая Брящевская община, и у них священник был, вот там написано у нас, Чухалин, Игнатий Тихонович. И община называлась Крысто-Воздвиженская. Но мы-то называли не по нему, потом-то, как узнали, справки наши. И надо, чтобы... Это нельзя даже вообразить. Даже из нескольких миллионов загадать, и не совпадет это. Бог так делает. Вот я родился. А что у меня какой отец, любящий детей, уходит на фронт. Уже мы двое были с Сашем, а мать, видимо, на сносях была близко. И он сказал, если аборт сделаешь, домой не вернусь. Если бы сегодня-то мужики такие были. Наверное, ситуация демографическая изменилась. Он ее подталкивает. А что нищету плодить? У нас 10 живых, 12 было. И что интересно, тоже не случайно. 10 через 2 года ровно рождается ребенок. Я рождаюсь 10 июня. И последняя девочка рождается 10 июня. День в день. Я 39-й, вот она 59-й, Марфа. Но нельзя это загадать. Женщина не знает, когда родить. Тем более, когда зачнет она. Родился, переехал где-то в Сарабряшской семье. Любили строгость в посты. Это у нас все введено здесь. Никто не нарушает пост. Ни одного. Порядок. Но христа не знали. Евангелия не было. Такой рост. Но поезд был большой. Сильно искал. И вот меня могли взять в любой род войск. Почему-то берут морфлот. Не я это делаю. Это Бог делает. Кончая строительный техникум. Направляет работать в органы МВД. Строгорежимный лагерь. А там, в советское время, там проверяли. Ой-ой-ой. Какая семья, кто отец, все. Потом все это в моей жизни отобразится. Я заранее должен был ознакомиться. Потом я буду сам мерить тюрьмы. Эти пять тюрем, лагерь. Это Бог меня так готовит. Я работаю на водах. Здание дают, а свод спасения на водах. Понимаете, и теперь пишет Москва. Москва. Что теперь, говорит, это Быков был писатель. Дмитрий Львович, говорит. И теперь у него, говорит, спасение на других водах. Вода. Почему? Жизнь это вода. Жизнь это море, которое... Жизнь прожить даже не может перейти больше. И вот когда я освободился, а это вышел указ о помиловании. А почему арестовали-то? Потому что не молчал. А почему не молчал? 27 сентября 1962 года, мне уже 23 года было, я впервые в руки получил Евангелие. И в этот же день я покаялся на дому. Там были они неправославные. Тогда были вместе в аптисто-пятьдесятнике. Я получил Евангелие. Потом Новый Завет дали. А потом уже Библия. И все это давалось... Назначалось кому-то. Человек из далекой страны должен приехать. Достать Библию тогда вообще невозможно было. Я нахожусь... Меня пригласили. Мне дают Библию. Он не приехал, они пошептались между собой, братья. И тогда вечер проводить надо, я ничего не мог сказать. Я вышел, где коридор, одежда висит. Я в нее воткнулся и до конца стоял, плакал и плакал. Мне нужны были слезы, Бог это знал. Я должен был полюбить Слово Божие. Бог это сделал. Как медленно Бог меня приготовил. Теперь я не молчал, стал свидетельствовать. Писал всем секретарям, которые здесь были, горком и партии. Писал всем, которые первые секретари были тогда. В Москве. Писал всем патриархам. В ООМ. Тогда еще до ареста. Вызывал меня здесь первым секретарем горкома партии. В ПГБ уже наметка на меня была. И вот наконец, в 81-м, а первый арест, в 86-м, второй арест. Я еще ничего не знаю. Арестовывают никогда-то 9 января, кровавое воскресенье. Везут меня в городской елке. До того, у меня так разбито было, 15 магнитофонов. Значит, до того 12 томов. 12 томов жития святых. 5 томов добротолюбия, Библия. 50 книг насчитал. Все это раскручивается. Отовсюду пленки поступают. Архипелаг Булаг. Первый в стране мой дом выпустил. А потом Новый Мир выпускает первую голову. Ровно через 10 лет. Это сейчас опровержение через российскую газету. Учредитель газеты правительства Российской Федерации. Вот куда зашло. И говорят, первый водку распространил. Сотни тысяч экземпляров. Власти долго терпели. И говорят, ну наконец положили руку свою. Меня только арестовали. А тогда была перестройка. И Чернобыль был. У меня мысль мелькнула. У меня взяли настолько. А потеряли тогда насколько. Скажут, злорадная мысль. Но я должен сказать, чтобы не обвиняли Солженицына. Что он говорит? Ну на вас тоже придет чума. Бросит вам трубу на башку-то атомную бомбу. Что людей арестовывают. Я не говорил, но подумал. Подумал и... Господи, прости. Помилуй. Теперь выходит помилование. Я выхожу и начинаю. Несправедливо отняли все. Подаю в суд. Районный никак. Краевой никак. Российской Федерации никак. Суд СССР. Тоже отказать. Но гражданское дело. И вдруг какая-то женщина. Амелина фамилия, так я не мог найти. Президиум Верховного Суда СССР. И она пишет, отменить это все. Пересмотреть. И вдруг, вы знаете, Ремнева Надежда Степановна, она была в центральном районе, первый секретарь Компартии. Она пишет, это беззаконно. Вы нарушили все законы относительно Лапкина. И здесь был, как я не знаю, управляющий, не управляющий, там, отдел местиции. Главный начальник, как называется-то? Ну, начальник управления. Начальник. Просенка. У Новосибирска был послан, генерал-лейтенант теперь на этот. Ему попало, я, видимо, послал туда. Он пишет. Вот с этого начинают статьи. С этой вы все нарушали. И вернули все назад. Ну, ИС-то был не маленький. 11 миллиардов. Это только по нормам, которые ГТРК брали. И теперь начали. Надо утверждать. И тогда был Лир Иван Иванович, судья Железнодорожного района, главный, как он, председатель или кто. Он с тобой прямо ходил. Бог дал такого человека. А там, в начале из этих, которые книги у них есть, что начисляют артистам-то, приходим. Они вырвали, а корешки остались. 550-й приказ. Кемерово запрашивает, та же история. До Москвы дошло. Они вырывают и все, потому что сумма-то не по ним. Они как-то КПБ сделали в стороне, а главный ответчик городской администрации. Заходя в материалы, находились в дорожной администрации. И вот Бог дальше и делает как. Суд решает. И суд был выигран. 11 лет шел в суд. Но выиграл только одну, двухсотую часть того, что было. Ну, им надо от меня как статья. Одна уголовная статья, что меня взяли, заплатили. Я деньги до рубля отдал на тюрьму. Евангелие закупили. А это по гражданскому кодексу. Вот теперь этот суд-то закончился, а денег-то нет. И Бог дает судебные исполнители, пристав там, как называется, наблюдает за этим делом. Женщина. Она идет в городскую администрацию, она ответчик. И так, арестовывай все счета. Какое право? Неужели такое дано? Пока не рассчитаете складки. И тогда начался разговор. Железнодорожный район. Это Петров. Петров был. Юрий Михайлович, говорю. Да? Дома. Направляет сюда. И как Бог делает. И вот первое. Протокол. Меня вызывает Железнодорожная администрация. Там Слуцкий был по госимуществу. И там еще кто-то сидел. Они решают. Они мне предлагают. Протокол совещания у главы администрации Железнодорожного района по вопросу компенсации гражданина Лапкина Игнатия Тихоновича согласно решению коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда. Но чтобы отменили президиум, я пошел к суде. Здесь был Виктор Иванович. Как его фамилия? Пашков. А? Пашков. Пашков. Мы близкие отношения были. Он говорит, это впервые за мою работу, как я работаю здесь. Гражданским не занимается. Это на месте. Отменили. Он до того удивлялся. У вас какая-то там связь есть, люди какие-то. Он мне помогал один. Ну, мы обыкновенные священные. Сейчас он доктор богословия, патриархии. И он у патриарха Кирилла на все эти объединения, что он работает. Балашом. Отец Владимир. Я попутно сказать. Теперь кто? Зам. Главы администрации города Черепанов НП. Зам. Главы администрации города, председатель комитета по управлению имуществом Слуцкий Л. Я. Глава администрации Нижнодорожного района Петров Юрий Михайлович. Начальник отдела комитета по управлению имуществом Милосердов. Милосердов, то есть все остальные фамилии еще Милосердов подчеркнул. Кажется, его Валерия или как Вер. Ну и тут меня. Рассмотрев следующее предложение я по возмещению гражданину Лапкину И.Т. Какие они предложения предлагают? Посмотрите. Вот капкан какой ставили они. Первое. Передать гражданину Лапкину в долгосрочную аренду. Аренда это кончается и что? За хвост и в яму. До свидания. Сроком до 50 лет. Как будто я буду жить 50 лет. Но явно что насмешка одна. Двух зданий по улице Ползунова 6 и улице Ползунова 6. А площадью 160 квадратных метров и 65,8 квадратных метров. Остаточной стоимостью соответственно 106,08 миллионов рублей. И 30,02 миллиона рублей. При этом сроком на 9 лет в эти 50 лет без арендной платы. Компенсация суммы по решению суда 55 миллионов рублей. Затраты на выполнение ремонта зданий. Они берут на себя 150 миллионов рублей. Второе. Один вариант. Передача зданий по улице Ползунова. Такую площадь перечисляет. В аренду сроком на 50 лет. В том числе на 7 лет без арендной платы. Практически то же самое. Но ремонта уже нет. Третье. Передача в собственность гражданину Лапкину. Здание по улице Семипалатинская, 73, площадью 80 квадратных метров. Выплата Лапкину суммы, четвертая, 55 миллионов рублей. Согласно решению суда от 8 марта 1997 года. Принято решение. Я когда выслушал все, я встал и все, говорю, до свидания. Вы зачем меня вызывали-то? Вы что издеваетесь? Разве это стоит того, что я делал? Но вот тут мне очень большую помощь оказал. Я его не смог сюда найти и пригласить. Прокурор края. Он генерал-лейтенант Парасхун Юрий Педорович. Я к нему сразу. И он звонок сразу дал. И люди, которых я раньше не знал. Вот он одно время был ректор какой-то академии юридической, ТЭН. И он, мне передали его слова, без меня. Он говорит, руки-ноги, что меня крутили там, проще, лапки, ну, говорит, не вернешь. Ну, остальное, ну, давайте закончим, да и все. Ну, и тогда был вот эти Петров там у них. Ну, и вот и решили. Мне в городской администрации близко был знаком только один человек. Я не знал, удастся ли когда мне его встретить, видеть. Общинников Владимир Петрович. Он у него был на необыкновенной должности, советник. Я даже не слышал. Советник, это в городском масштабе советник. Я знаю, у Путина есть, и советники неплохие. Я правильно назвал данное? И Бог так благословил. Он сегодня среди нас. Вот он, пожалуйста. Сосовый персоной. Пожалуйста. Все дальше идет через него. Он у меня берет документы, передает Владимиру Николаевичу Баварину. У меня пока до него встреч даже никаких не было. Он все берет. И видно, он просто не посторонний, а участник. И сердцем это принял. Что он там говорил, я ни разу с ними разговаривал. Что он ему говорил. Ну вот мы пришли в городскую администрацию, меня вызвали. Баваринская машина. Баварин сидит. Я не с кем, он может с вами перейти сидел. И вот так обернулся ко мне. Пока до сюда доехали, на месте смотреть, передавать. И он только, ну это вы в моем городе живете. Знаете, в моем городе. Он сросся с этим городом-то. Да ваше имя в аналог истории города будет записано. И потом вот это, которое висит на стене у нас, которое письмо. Оно, ну, прямо от души видно, что написано. И он дает, он ехал не один. Значит, Владимир Петрович ехал. И, наверное, ехал и фотограф, который у нас в Потеряевке снимает уже примерно 28 лет. До Потеряевки за 2 года еще нашел. Волобой Александр Павлович. Вот он с вами сидит здесь. Это человек, который, его называют, семейный фотограф. Ну все, снимки, которые старые были, а только его. Там 4 снимка, как мы с Бавариным были, с Владимиром Петровичем общинником. На той стороне здание сфотографировано вот это. Администрации города, главарь Баварин. Поручение Слудскому. Прошу вас проработать вопрос по изысканию отдельного помещения для религиозного проповедника Лапкина Игнатия Тихоновича в пределах 100 квадратных метров. А когда сидели, и уже, видимо, решено было, меня снова вызывает Петров, глава администрации Международного района, говорит, ну а сколько площади сказать? Ну кабинет у него есть. И где секретарь сидит? А мы-то на дому молились, да там, мы вот так одежда, на стол складывали, вот так одежда, и вешалки негде. И потом стенки откроем, в стенках люди стояли. Никитину 147, квартира 1. Я посмотрел, так и думаю, неужели такое могут дать большой. Я говорю, можно было, он так и записал. Ну, видимо, квадратура была известна. Но они не знали еще, что... Здесь уже Баварин предлагал 100 квадратных метров. Но тут пойдет другая работа. Дух Божий трудился. Мы сказали и молились. И два здания дают. Там Милосердов меня привозят вот сюда. Я вышел, говорит, ну посмотрите. Я зашел, тут замок висит. Ну я в окно посмотрел, здание-то какое-то... А второе предложили, а краевой суд рядом. Это сейчас музей истории, искусства и литературы. Ну прям в окно смотрю и не забывай, где ты был. А второе давали где? Прям напротив тюрьмы. Горелый магазин. Ну тюрьма это уже конец. А тут-то думаю еще туда-сюда. Я когда сел с ним, в машине, говорю, а там домик внутри стоит. Так это все в территорию ходит. Как? Это заодно? Согласен. А мне говорят, ну надо было молиться, так не соглашаться. Ну, говорит, поломаться. Я говорю, что с ума сошлись? Я поломался там. Да нет, он не мог удержаться, посмотреть на меня и там рассказал всем. Такой радость, вид, я еду дорогой и ликуюсь. Такой, Господи, да ты услышал молитву. Два дома. А у меня жил строительный, его под снос. Которое после, где около храма, два дома от Покровского собора. Дом сгорел. При мне при том все это. А вот теперь Господь указывает. Я не хотел оттуда уходить. Меня Бог взял и перенес. Дам тебе площадь. А когда спросили, какое, я говорю, чтобы было где-то ближе к центру. И сухое было, чтобы можно было подвал делать. Вот как раз такое и дали. Самое высокое место. И тут мне 12 человек склад сделали. Все, землю выбрали, подняли. Это впереди все предстояло. Пригласите Лапкина в комитет для изучения и проработки данного вопроса. Его телефон 35-32-42. Баварин. Входящий номер такой-то. Я хочу послать, показать вам. Подержите в руках документы. По кругу пустите. Больше никогда вы не увидите их. Дальше. Как идет? В это время мы объявили все. Мы постились и молились. Акт. Приема, передачи нежилого помещения. Тут перечисляет все. Ну и подписи, значит, Сидорова какая-то. Я не знаю. Баланса содержатель. Вот тоже дай. Это у меня третье минутое. Дальше. Постановление за подписью Баварина. Я-то тоже буду. Основать на решении Верховного Суда Российской Федерации. Он не видел. Суд-то какой утвердил. От 6 марта 1997 года, учитывая большой вклад в возрождение духовности, большую работу по воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и любви к родине, просветительскую работу в учебных заведениях города Барнаула. Я в пяти институтах одновременно его занятия, десятка школ, но всех три радиопрограммы вел. В это время такой был спрос, даже домой являлся в Потемках и Потемков уходил. И все время с рюкзаками, набитыми Библией. Открылся канал через Бавкистов из Фрунзи. Игнали, игнали. Покупали по цене. И у нас ровно в 10 раз дешевле церковной было. Ну, представь, я из тюрьмы выхожу. Машина стоит. И кто? Сотников приехал. Полковник. Это замначальника главы УВД Края. Там всех прокуроров собрали, помощников. Надо оттуда. И меня оттуда, я перед ними выступаю. Это Бог сделал так. Это нельзя даже помыслить. Дальше. Проводимую в пяти институтах учреждениях постановляет. Двоеточие. Первое. Передать безвозмездно, не в аренду, собственно Слабкина ИТ, домостроение по адресу полдома 660. Второе. Комитету по управлению имуществом Слудский, Л.Я. Леонид Яковлевич. Заключить мировое соглашение и оформить передачу домостроения собственно Слабкина ИТ. Третье. Контроль за исполнением данного решения возложить на... Никого нет. Видимо, не назначили. А, посмотрите. Дальше. Тут от кого поступает? Главе администрации Баварина. Комитет по управлению имуществом города Барнаула. Это уже работа идет. Там номер такой-то, 1606 и проще. За 23 октября 1998 года. Уважаемый Владимир Николаевич, по вашему поручению комитет по управлению имуществом рассмотрел просьбу религиозного проповедника Лапкина ИТ о предоставлении нежилых помещений для проведения культовых мероприятий. То есть не просто мы начали делать, у нас это официально разрешено, поэтому нас никогда тут не трогают. 28 марта 1997 года комитетом проведено встреча с Лапкиным ИТ. Ему предложены нежилые помещения по улице Ползунова, 6, площадью 160 квадратных метров и Ползунова, 6, площадью 65,8, то есть вместо 100, 220. Лапкин ИТ осмотрел указанное помещение и выразил полное согласие. Какое-то, ну не юридическим языком даже, а восторг. Для документального оформления необходимо на меня пишут решение безвозмездное пользование определенный срок или мировое соглашение или иное другое. Полянская, заместитель председателя комитета. А потом верните, подержите в руках. Постановление номер 773, 28-го. Телефон. 98-го года. Поехали. Потом вернем. Подставляем. Говори. Я говорю на собрание. Отец, можешь позвонить через час? Да. Нет, сегодня собрание как раз идет, я говорю слово. Доклад делаю. Благодарю. Отец, благослови нас. Спасибо, Христос. Это Истула, Протеерей, Суворов, Отец Иоанна. Радуюсь, благословляю. Поздравляю. Другой раз даже не поверишь, от кого идут поздравления. Постановление о передаче нежилых строений администрации города Барнаула а 28-го мая 19-го года, почему-то. Номер 77-й. Рассмотрев просьбу Лапкина о переводе нежилых помещений в жилые дома по улице, постановляет перевести, первое, нежилые строения в жилые дома, расположенные там-то, на улице Ползунова, сколько, чего, какое, дальше. Второе. Собственник у жилых домов Лапкина, уже собственник, после окончания ремонта оформить в МПТИ технический паспорт и регистрационное удостоверение, заключить договор на обслуживание содержания в соответствующих службах района города, оформить право пользования земельным участком 13 соток, муниципальное предприятие Бюро технической института, Гурске, внести изменения в технический паспорт домостроение. Четвертое. Контроль за выполнением постановления возложил на первого заместителя администрации города Перемазово, ИП. Был такой? Давайте, посмотрите. И вот что интересно, я этих людей ничего не знаю, и они до того ревностно это выполняют, если бы всегда так работали. Это Господь только может так сделать. Дальше. Постановление администрации города. Уже от 12-го, 97-го, 4-го декабря, 1334-й номер о передаче нежилых помещений, основываясь на решении Алтайского кровосуда от 5 марта 97-го года, и учитывая большой бескорыстный вклад Лапкина, возрождение духовности, работу по воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и любви к родине, просветительскую работу в учебных заведениях города Барнаула, работу, проводимую в пенетициарных учреждениях, постановляю, первое, передать в собственность Лапкины нежилые помещения муниципальной собственности по улице там тоже, в счет погашения задолженности администрации Железнодорожного района перед последним комитету по управлению имуществом Слуцкий заключить с Лапкиным мировое соглашение об исполнении решения Алтайского краевого суда 6 марта 97-го года. Мировое соглашение является неотъемлемой частью настоящего постановления. Контроль за исполнением данного постановления возложить за заместителем главы администрации Штань Светлана Ивановна. Я правильно говорю? Стерла. Стерла, Стерла, Стерла. Вот, посмотрите, подержите в руках. Потом, главе администрации, администрации города, центрального района, в связи с обращением Лапкиным об использовании под жилые помещения, документы выдать, домовую книгу для регистрации, я коротко смотрю, Перемазов. Комитет по управлению имуществом города Барнаула, председатель Совета Всероссийского общества спасения на водах, которое здесь. Сысоеву. Сысоеву. А, Барнаул. Тут другие занимали, они там только что отремонтировали, там какие-то эти афганцы были. Ну, кабинеты там разные. И вот Владимир Петрович так приехал, он сам афганец. Я правильно говорю? И они тут собрались с костылями, стоят за... Это я уже прочитал, нет? Да. Это можете подать. И они стали говорить, а Владимир Петрович говорит, эти слова здесь, знаете, есть необходимость. Вам дадут где место, придется освободить. Я понимаю, они ворота сварили тут все, решетки провели отопление. Этого не было у них. Мы лишние тут двери прорезали. Это потом уже тут наши проводили где-то, а там либо Николай Польгуев. Все, это дело. Все. И он с ними поговорил, и все как-то утихло. Так, Комитет по управлению имуществом города Барнаула предупреждает вас, которые здесь, о досрочном расторжении договора аренды от 3-го, 10-го, 96-го, номер 46, по причине государственной необходимости. Раздел 7, пункт 7, 3-5, договора аренды. То есть те снимали аренду, и аренду эту прекращают они им, и дают им где-то в другом месте. Поэтому вам необходимо освободить занимаемой площади по институту 6 срок до 8 декабря 1997 года. Ой, как они здесь. Что у них только тут не было. Мы возили металл, они учили людей, что не взяли, то и ушло. Из числа имеющихся свободных нежилых помещений комитет предлагает помещение по улице Партизанской 130 по 4. Общей площадью 16,5 квадратных метров. Смотрите, они имели 260 на 16. Это тоже не случайно. Когда я там был, там у меня квартира, где все начитывало, 12,8 квадратных метров. Ранее арендуемый ТОО «Модуль» Слуцкий, председатель комитета по управлению имуществом города Барнаула. А вот это уже трудно просчитать. Посмотрите, решение суда заключительное, смещательное. Теперь, вот это свидетельство. Вот оригиналы не найдем. Сейчас крайне необходимы два документа. Пошли. Вот передай, пусть послушает. Теперь мировое соглашение. Оригинал. Мировое соглашение. Комитет по управлению имуществом города Барнаула. В лице председателя Слуцкого Леонида Яковлевича, действующего на основании положения комитета административно-дорожного района, и все это долго считали, Лапкин принимает указанное здание во исполнение решения. Такого-то. Согласились. И дальше. Вот они. Подписи, печати, все. Если кто не знает, как нежилые помещения в жилые переводить, вы знаете. У казахов есть такая поговорка. Хочешь узнать, какой ты бедный, начни переезжать. Все горшки надо будет на то. А так они стоят, ты не считал своими. Теперь, получаю я письмо, постараюсь это просчитать. Отбывали мы. Ну, явно для вас. Пишет. Администрация города Барнамо. Вот это, по-любому, я. Указывается адрес 2-я строительная, 62-16, Лапкин, ну и ТЭС. Уважаемый Игнатий Тихонович, с большим интересом ознакомился с материалами, которые вы мне предоставили. Через Владимира Петровича. Это он. В очередной раз прихожу к мысли, что заочное знакомство с человеком и его деятельностью не всегда отражает реальную картину происходящего. Ваша просветительская деятельность, ваш безвозмездный труд по воспитанию молодого поколения чувств патриотизма, любви к родине и ближним, ваши беседы и проповеди перед людьми, совершившими проступки и преступления достойны уважения. Я сожалею, что решение вашего вопроса затянулось на многие годы, но в то же время искренне рад, что крестовоздвиженская община, которую вы возглавляете, теперь будет иметь место постоянных встреч и молитв. Желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей, верных Слову Божию. С уважением, глава городского самоуправления В.Н. Баварин. Подписи. Хотите выйти? Нет? Ну, пожалуйста. Так, теперь история, хронология. Коротко вот здесь. Вот я не буду, вот она там висит. На, заснимите. Я подержу здесь. Как это с этим зданием дальше что было? Как первый раз, почему мы именно сегодня отмечаем 20-летие. Это, так, я хочу вот что сказать вам, что такого здания в городе Барнауле больше нету. Чтобы зэку, каторжнику, мэр города, входившим в десятку лучших мэров России, я правильно говорю, Владимир Петрович? Вот, да. И у нас он, понимаете, Владимир Петрович это нас свел и сродил. Он здесь, он по должности не главный. А по действию здесь, когда началась эта работа, был главный. И меня Владимир Николаевич Баварин буквально за руку вел, когда переводили БТИ, везде деньги, все бесплатно. И пока у нас алтарь устанавливается, он сюда приезжал два раза. Спрашивал, как работа идет, посмотрел, поделился, что много. Дальше. Тут судился и говорят, вот вы там все, кто тоталитарная. У меня справка. Главное управление Министерства истистики Российской Федерации по Алтайскому краю. Справка. Ну и дальше. Пишет все и в конце говорит, перечисляет там, говорится, все, что требуется по закону. И говорит, согласно свободе совести, о деятельности, объединение такое-то, их к тоталитарным сектам относить. Это противоречит Конституции Российской Федерации федеральному законодательству. Маковеев. Валерий Иванович, он у нас здесь даже приходил. То есть, кто нам приписывает тоталитарное, пожалуйста, закон, я выиграю любой суд. То есть, они стараются унизить. Ну, кто это, сами себя знают. Тут документы о регистрации. Показать. Тут стали пугать следующее. Вот это вот по телефону, тут тоже Петрачков, а ему глава администрации Баварин написал, что телефон тогда трудно было найти. Он говорит, телефон, который был, с тем же номером оставить здесь. Я уже считать не буду. А вот это комитет по имуществу сказали, вот этот мужчина рядом, который красное здание здесь. Он там, там, игровой дом. Я говорю, там были, видели, что. Да там, говорить даже не надо. Много машин, они приезжают, люди отдыхают, их развлекают. Там, говорит, и прочее. Ну, и он решил расширить все и сказал, эти дома будут убирать, он как раз это берет. Я сразу написал городскую администрацию, и они ответили. Вот ответ. Ничего подобного нет, никто никаких заявок не делал. А этот, который у них тут главный был, Данелия, бразин, он внезапно умер. Притом, ну, это не его возраст. Нормальный мужик такой, я у него был, разговаривал на антенну, разрешить повесить пустые бутылки с камушками и проволоку сюда, когда голуби садятся, чтобы не можно было испугнуть. Всем. Он мне один вопрос задал за Данелия, я не мог ответить, теперь знаю. Он говорит, евреев гнали во всех странах. Я говорю, да. Но была одна страна, где их никогда не гнали. Я говорю, и где? Грузия. Я посмотрел правду. Никогда. Этого не было. Вот как полезно со всеми встречаться. А тут мне прислали, если на нас будут нападать, полиция придет, даже посмотри, как себя вести, это уже от верующих прислали. Но нас Господь хранит, даже закон яровой нас не касается. Мы зарегистрированы, выдали где-то 15 или сколько справок, можете идти, проповедовать и говорить. Ну, соответственно, того, что есть. Иначе это... Поп, да. Все? А теперь что ты стороной? Заметь. Сейчас, никуда не уходить, Владимир Петрович, скажи, сейчас пообедаем. Пообедаем. Вот, еще не остыло. И вот, смотри. Просто показать это постановление, какие. План домов, это вся территория. Вот она как. И это теперь, все это зарегистрировано. Мне две домовых книги выдали. Тут написано, из какого дерева, что. Теперь сказать, кто принимал участие, в чем. Вот смотрите, крыша какая была, шиферная. А сейчас, это мой племянник здесь был, он мастер из Новосибирска. Роман Владимирович Устинов, с кем он работал. Ну, я, тут не был, перекрывали. Дальше. Коломенщенко приезжает сюда, Олег, женой Татьяной. Думали жить по Теряевке. Он здесь был, там он двери прорезал. Вот эти столы он сделал. Представляете? И уехал после этого. Вот сделает, как ракета, отработал, на орбиту вывело. Дальше нет. Стол сделан, вот тоже. Я издаю книги. Я думал издать только одну книгу, открытым окон. Я не знал, что выйдет 30 в печатном виде и 3 еще в интернетной. Я книги складываю. Как только последняя книга положилась, на этот стол уже некуда. И у меня деятельность прекратилась один в один. Но это тоже как-то не само по себе. Но вот когда мы здесь побыли, в это время надо, чтобы кто-то просчитал. Просчитай. В газете появляется статья. Просчитай вслух. Свободный курс, газета. В начале марта в Краевом суде первой инстанции должен начаться беспримерный по сумме ископроцесс. Такой суммы никогда не высудили. 7,5 миллиардов рублей. В случае удачи получит от администрации железнодорожного района Барнаула Игнатий Лапкин. Христианский проповедник, известный на Алтае своей непримиримой жизненной позицией и неукротимой религиозно-просветительской деятельности. Неукротимой, брось сейчас. Слова-то в идее. Называется «Победитель получает все». Эти все нарисовали. Сейф, я на сейф облокотился. Нигде этого не было даже. Сейф подрисовали, будто я на сейф посягаю уже. Саша, ты далеко ходишь. Ты знаешь, под именем Кочевникова кто? Да, конечно, это Сережа Тепляков. А? Тепляков Сережа. Тепляков Сережа. И вот он какую статью написал. Дальше. Миллиарды, та сумма, в которой... Я слежу за этими статьями как раз сейчас. Что, ты уходишь, что ли? Нет, Петровича плохо. Плохо? Ну, посидит, пускай, потом сейчас за стол будет. Ну, пусть на улице погонит, зайдет. На улице пока постоит. Ну, ладно, смотри. Ну, что, мне тут же пускай не надо, понимаете. Мне сказать, просто помиди, пожалуйста. А скило уже все. Так, слушай. Да, давай, Петровича, Сарквар, да молчат. Я слышу, я с аппаратом. Ворачивать надо все. Дальше. Миллиарды, та сумма, в которую нынче оценивается, изъятая у Лапкина при аресте 9 января 1986 года, фанатека. Он не поздоровался ни с пудингом, ни с алицей. Поговорите. Что? А я это все знаю. Кто-то же не знает, ты же не один. Думаю, что я все знаю. Он оценил фанатеку по государственным установленным на краевом радиорасценкам, запись, перезапись составления программы, и с тех пор только делает поправку на инфляцию. В 1989 году он был согласен отказаться от денег. Я ему сказал, написал, я отказываюсь от денег, но одно дело сделайте. Что сделаете? Если взамен коммунистической... Вы понимаете, вы не догадаетесь, что я взамен? Дайте мне взамен кусок золота, и отойду. Нет. Тяжелее. Если взамен коммунистической власти приходится сейчас... Нет. Где? Подождите. Ну? Давай я прочитаю. Вот так мелко что-то. Там все это мелкие. Посчитай там что. Если взамен, что они? Вот слева, левая столбец. Нет, нет, еще левее. Левее, левее, нижний. Да, вот этот. Если взамен... Ага. Ну нет. На антисепс, что-то здесь нет такого. Все, если взамен. Для оформления подобрана музыка, вот эта? Нет, не вижу. Ну все, значит. Миллиард это та сумма, в которой нынче оценивается изъяну Лавкина при аресте. Это все уже прочитали. Дальше. Если взамен, я прошу что-то взамен. А, если взамен коммунисты выдадут ему бумагу с печатями, крайкома КПСС с текстом. Мы признаем, что КПСС, человека-ненавистническая партия, обманом пришедшая к власти, уничтоживавшая свой народ. Коммунисты почему-то отказались. Простую справку просил. Вместо миллионов у нас бы еще не было. Я бы согласился с этим. Там уже на очереди стали, где дать ход этому архипелагу. В 94-м году, когда сумма иска составила немного более миллиарда, Железнодорожная администрация предложила от дворицы 2 миллиона. И расходимся полюбовно. Но Лавкин любит Джека Лондона, у которого герой одного из рассказов говорит. Победитель получает все. То, что Лавкин победитель, признали даже и власти, возместившие ущерб по уголовным статьям. Теперь вопрос о том, получит ли он все 7,5 миллиардов. Вопрос. Куда направить деньги? Лавкин знает. На возрождение родного села Потеряевка. Что недавно далеко от Рибит-Рихи. На трактор, комбайны, стройматериалы, многоточины. Вот такая статья. Ну вот сейчас, ладно, последняя, я еще покажу. В Алтайской правде появляется статья. Вот такое. Такая статья. Это за 10 декабря 1997 года. И фотография. Фотография делал как раз Александр Павлович, что перед вами фотографирует. Ну что, эту статью вам как-то показать. Здесь много сказано. И приводится местописание, когда Богу угодно пути человек, это и врагов его примеряет с ним. После этого мне стали звонить люди, у которых судебными делами никак не получалось. Вот немножко хотя бы здесь. Вот отсюда просчитать. Кого-то считать. Еремень, можешь просчитать? Не умеешь, да? Ты можешь так просчитать. После обеда. Уже ушли половина. Уже ушла половина. Антрак. Осталось самое стейки. Многие мне сегодня говорят словами жителей ГУЛАГа. Не верь, не бойся, не проси. Что тебе демократы? Они же перекрестившиеся коммунисты. Они же вас сажали. Они же теперь спят вам и обманывают. Отвечаю. Я преподаю 8 лет в университете. Много лет трудусь с тысячами заключенных. 24 года являюсь начальником детского православного трудового лагеря Стана. Староста православной общины. И поэтому людей знаю не по-наслышке. И скажу. Я вижу глаза, лица, вышеименованных людей. И твердое свидетельство. В людях этих произошла перемена к добру. Они искренне помогали мне. Пусть этот победный пример в моей биографии дадат всеми надежды многим. Так счастливо при полном взаимопонимании закончилась история, в свое время окруженная многими сомнениями и недоговоренностями. Постановление администрации Барнаула и передача здания подписано и вручено Игнатию Лапкину. Нам остается пожелать православной крестовоздвиженской общине счастья в новом доме. Спасибо, Господи. Это вот с мэром города Владимир Павловичем нафотографирует. В коридоре там четыре фотографии такие есть. Так, подожди-ка, я покажу. Вот она, как статья выглядит. Так, хорошо, хорошо. Вот, то, что я хотел сказать, вот так, вот, смотри. Ну, за какое число, я говорю, за 10 декабря 27-го года. Видите, все, Бог сделал так, как Ему угодно. Ну, тут разные другие, кто выступали, это уже никакого значения не имеет. Мои документы пока вернете. Вот оттуда, Владимир, передадите. Нет, он принес, наоборот, вам. Так у меня есть, вон они, на стенке. Но все равно он... Ну, нет, это вы сами... Пусть у него одна, у меня здесь есть четыре. Разберяйте с ним. Я не могу взять у него. Куда-то положить надо будет. Так, теперь по дому. Когда пришли. Здесь то, что тепло, это Николай Валентинович Пальгуев. Главная его работа. Это варить и прочее. Нужно иметь желание и талант. Я об этом ничего не знаю. Он тут все варил, и все это бесплатно. Теперь посмотрите. Наше место, где мы молимся, оно существенно отличается от любого храма. А храм определяется не куполом, а престолом. Если здесь в литургии бескровная жертва. Поэтому шалаш, куда собралось пять человек и совершает литургию. Это храм. А люди понимают, храм это высоко, что-то там много крестов, куполов. Это не так. Это храм. У нас совершается здесь литургия. И как Господь сделал, вот это, что я там встретил Библию впервые. Я это все несу с собою. И таких Бог дал людей, с им их талантами. Вот смотрите, куда ни поверни, везде. Это Надежда Ивана Пальгуева. Куда бы ни глянул ее рука. Здесь. Вот эти, которые на это написаны, не знаю, кажется, Ольга Ванагаева писала. Вот это Волков взял, картину принес. Шторы, которые ягодит и наливок Ивановна была. Я звал их нету. Книги лежат. Половина их, это Марина Дебунова корректировала. И половина Кубайкина Галина Ивановна нет ее. Среди нас кого нету сказать о доме. И теперь обшили его как. И все пропенил. Я даже не знал. Игорь Дебунов. Игорь Владимирович. Правая рука не должна. Теперь у детей там. Это вот Надежда. Комната детей. Вы там все это ремонтируете? Там Игорь Третьяков. Игорь Третьяков. Где-то был он здесь, вышел. Да он вышел. То есть я называю это так, что... Вот он где. Вот он. Вот высокий такой. Бородой. А тут журнал подъем. Да. Смотрите, как Господь делает. Вот Логинова хотел, который статью написал. Он всегда чисто написал. Но я не мог найти. Да ладно. Он сейчас не работает. А? Иди за ним. Мы должны опять идти. Ну, опять идти и прочее. Ты знаешь, где у нас братья себя? Тут трудно найти у нас кого-то. Была света, клюв ушла. Она ставила вот эти... Там, не знаю, Игорь там заботился для глухонемых. Вот это, который стоит для них. Тут куда ни глянешь, чья-то рука прикоснулась. Как копали вот здесь вот подвал большой. Землю выносили бедрами. Здесь вся община работала. И огромный тут бурт стоял с земли. Мы улицу перегородили. А вывозили? Вывози. Надо вывози. Я пошел в городскую администрацию. Одно ты косвала звонок. И самосвалы, экскаватор тут же подошли. И всю эту землю увезли. Эта земля там столько, сколько и дома тут, наверное. Огромный-огромный у нас подвал. Я сразу там построили эти сусельки. Сказал, кому надо, приходите и храните здесь. Здесь всегда под замком. Вот я только посмотрю, тогда сарай. Сарай это склады. Маленький склад у меня где-то был, там только для дроб. Здесь пять складов. И на улице здесь приходит у нас 14 машин может поставить. Внутри 14 машин. Это вообще невообразимо. Рядом ни у кого такой площади нет. Это Бог. И вы видите, я называю тех людей, каких Бог дал, которых я никогда не знал. Там на фотографиях есть. И вот я даже не думал, что он придет. У него инсульт был. И поэтому помолиться о нем, о Владимире надо. А когда разбился на машине, когда-то ехали в аварен, я до глубокой ночи названивал знакомых. И главный редактор Алтайской правды, Ольга Шевчук Николаевна, она сказала, что в аварен был верующий. А до этого был портор завода моторного. Он вот был в храме, видели ребенка, крестил. Я узнал действительно так. Я ходил на похороны и о нем помолился. И этого ничего бы не было. Вот смотрите, я только называю, какие люди. А для ремонта были гвозди. Там один какой-то завод там станкостроительный. Другие тоже для лагеря помогали. Все это проходит через этот дом. Вот мы можем собираться, вести занятия. Отдельная комната для детей, отдельная для батюшки. Как будто специально все у нас как надо. И сделали там мужчины, здесь женщины. Для нас как раз. Когда было больше людей, мы даже думали тут пристройку какую-то сделать. Но Бог знает. Как и что. Может я что-то не досказал. Благодарность Богу за каждый день, за каждый час. Чтобы мы... Когда люди ушли от нас, мы спрашиваем, вы так вот собираетесь здесь? Нет, ничего этого нет. Побыл в храме, встал, пошел, и тебя не знают, и ты не знаешь. Мы здесь одна семья. И вот смотрите, как Бог делает. Я арестован. Суд. Осужден. И везут меня, прящут. Жена помещится по этому, по вокзалу. А их уже увезли. А я сижу здесь. Слышу голос, подаю, и она к окну как раз подошла. И везут меня не куда-то, а в Казахстан. Город Женота, Жамбульской области. И на торжество к нам приехал человек из Казахстана. А теперь, коротко хотя бы скажу, она загидолена. Ну, теперь разови сама себя. Нет, именно твои знаки. Как? Райхан была? Райхан. А теперь она Рахиль. Приняла крещение от свидетелей Югова, от этой Соржой башни. Пришла через интернет или как? Коротко скажите немного, как вы пришли до нас? Как я пришла? Слава Богу за все. Через Игнатия Тихоновича. Блуждала в интернете, в поисках истины. И вдруг наткнулась на ролики Игнатия Тихоновича. И смотрела тоже, запала. Начала постись на ваших роликах. Потом позвонила на видеоскап. Познакомились. Сразу Игнатий Тихонович мне доказал, что где истина. По Библию, которую я полюбила через свидетелей. Ну и потом как к крещению-то пришли? Ну вы мне сказали, иди в свой храм к батюшке, попроси его. Это Московская патриархия? Да, Московская патриархия. И вы скрестились с кем? Я крестилась, младшая дочь захотела. Как ее назвали? Руфью. А внуки? Внуки Рафаил Мак. Понятно? И внуки крестились. Вот как Господь сказал, никто так не просился усиленно. Я говорю, сейчас зима никак, да я потеряю, и не прошусь. А то я умру и вас не увижу. И вот мы ее встретили, вот она. Мы отдельно еще будем беседовать с ней. Это Бог сделал, это относится к дому. Это отсюда все исходит. Потому что там я занимаюсь. Вот обратилась, от свидетелей Егора пришла. Именно Казахстан. Хотя обратились нынче, если в Испании, Германии, там и в Израиле. Книги посылали. И книги эти. И все, Дипек, опять заказ поступил. Ну, теперь аж-то маленький где. Так что уедешь туда с книгами, хоть чем-то восполнить. Ко мне вопросы. Нет, мы уже не знаем. Если ничего нет, я почему думал, что сначала пообедать или сказать нет. Везде сначала торжество, потом обедает. Думаю, сначала поговорим, и все никуда не отходите. Ну что, он ушел совсем? Все, повезли его. Плохо ему. Все по-хорошему? По-хорошему. Ну хорошо, что это вы его пригласили? Я, конечно, пригласил. Спасибо. А ну вот расскажи. Спасибо. Как Бог все сделал. И поэтому там отремонтировали, как все раскрыли. Огород тут теперь, что там понастроили. Это Виктор Андреевич, качели и прочее. Я не знаю, зачем вы это говорите. Дальше. У меня здесь я сразу избрал человека, который особенно ревностный был. Это Егоренко, девичья фонариста Торбеева. Надежда Павловна. Довоза сей Господь. И она с неба, когда ушла, я сказал, когда ты пройдешь мытарство, ты подойди к Николичу Дотворцу, попроси его, чтобы он мне маленько золотишко подкинул. А первая книга, это, вот, книга лежит, стихи, стихи, вот. Денег выкупить нет. И вот сороковой день, у меня внезапно открывается дверь, стучится человек, посмотрите. И он заходит и говорит, вам нужны деньги? Я говорю, да. У меня, говорит, я не безусловно даю. Условие одно, чтобы никто не знал, что я у вас был. То есть он где-то в какой-то компании пришел с акваяжиком, и деньги выложил, я беззадник, говорит, ну, типографию и выкупил. Сороковой день. Ну, это что, все подогнано или как? И газета только экспрессу писала, говорит, помощь того света. Это все здесь было. И вот так вот мы наполнили здесь у нас 38 книг, которые подарил, я сам проехал в 600 городов и сел, начиная от Тихого океана до Атлантического, до Листабона, Трибалтика и Скандинавия. А помаленьку каждый что-то вкладывал. Батюшка говорит, вот меня взяли, как-то стал, говорит, благодарение Богу, что брата арестовали. Иначе где бы мы были сейчас? Вот научиться надо, как Иосиф. Кто думал, что он премьер-министром будет в Египте? Я не знал. А теперь его имя прекрасный Иосиф. Мы ни на что не претендуем, только на то, чтобы люди помнили, это от Бога. И поэтому икона у нас в храме так же, но между ними надписи из Библии. Андрей Кураев сказал, он задал вопрос, в каком-то, я не знаю, не видно никого, видно перед народом, кто самый там знаменитый, великий миссионер молчания. И он называет меня. Ну какой я великий, в насмешку. Он говорит, знаете, там старообрядчество и баптизм. Такая гремущая смесь. Старообрядчество это порядок, который... А баптизм это любовь к Библии. О, как набросились. Он баптистом был, ни одного дня не был. Во всей природе у нас никто не был вне православия. Они старообрядцев, очень крепко верующие. Поэтому мне назад оглядываться. Приятно. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Каких братьев и сестер Бог дал. Это даже высказать нельзя. Мы ни разу здесь не были, чтобы у нас какой-то такой раздор был. Были какие-то несогласия, все решалось. Избран свой состав. А потом избрать Господь, когда умерла она. Я его не вижу, где он здесь. Михаил Петрович Коряковцев. Вот он сидит. Это эконом-смотритель. Вот как раз над этими зданиями все эти годы он все делал. Когда умерла Надежа Павловна, я думал, кто теперь будет за зданиями смотреть? Меня-то здесь нету. Завозить уголь, где-то подремонтировать, убрать территорию. И Бог его дал. Он хозяйственный. И вот так получилось, что я правильно говорю? Так. Поэтому я низкий поклон даю всем, кто участвовал. И кто не участвовал, но вреда никакого не сделал. Нас Бог хранит. Во славу Божию. Я еще не перечисляю, кто тут участвовал. Да тут подряд. Начинаю называть только. Все. Ну это как бы косвенно, через меня. Там он Татьяна Александровна Сынгаева. Там я то рубашку сошел, то специально для молитвы где-то. То сейчас Щукина нету, там хлеб готовят. Она здесь. Да тут, куда ни покажи пальцем. Она здесь. Здесь все кто-то участвовал. Здесь, здесь. Здесь. Щукина здесь. Щукина здесь. Щукина здесь. Вот она здесь. Она нам хлеб пищет. Она кормит нас. Ну то есть, куда я ни гляну, везде друзья, везде близкие, везде кто-то что-то делал. Так что дом этот я не считал своим. Я сразу сделал завещание. Ну пришлось один раз переехать. Человек уехал отсюда. Это Баур. То есть я на тех переписал, кто они. Они не имеют уже. Ни на продаже. Он юрист. Сохранят, когда у меня не будет дома. Второе. Виктор Николаевич Савченко. И третий. Пащенко. Я на него все. Теперь. Что у меня есть. Он со мной живет. Везде бывает. А они как хранители. Хотя в завещании написано в равной доле на со всех взял слово, что никто претензий никаких не имеет. А одному содержать это не просто за землю даже. И то там поступает 15 тысяч там сколько-то. Это не посильно. Поэтому за электричество я не плачу. За энергию не плачу. У нас все восполняет десятина. У нас с тарелкой не ходят. Таинство требует бесплатно. Все. Святая десятина. Все заменяют. Говорят, как в церкви беспорядок убрать. Уберите все. Введите десятину. Что Бог назначил. А торгашей Бог порол и выгонял. Вот и весь ответ. Ко мне вопросы есть? Третий раз нету. Да благословит Господь. Давайте со стола садимся. Да ну. Давайте помолимся. Давайте домой уже. Помолимся. Молились. 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 Ну кто что хочет сказать. Ну-ка давайте. Давайте ученаш споем. Сейчас подожди. Сейчас просим. Попоем. Кто что хочет по дому сказать. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Это слова Иоанна Златоуста. Когда его веревкой привязанного тащили в ссылку за телегой. Он только горло ослаблит чуть-чуть. Он говорит. Слава Богу за все. Вот так. И поэтому в моей жизни что было. Я так гляжу по сочленениям. Нельзя это было подгадать. Никак. Просто это невозможно. Вот представьте себе. Игнатий Тихонович. Крестово-Зреженская община. Оказывается в городе Барноле была такая. Игнатий Тихонович и Крестово-Зреженская община. Разрешите, я уже скажу. Я понял, что надо что-то сказать. Я хочу сказать, что вот эти все здания. То, что мы здесь. Нас очень сблизили все. Потому что как мы ходили молиться. Вспомните. Там стояли вот так кого-то. Ни головы не повернуть. Вот так крестились. Нос только один. У Игнатия Тихоновича. Там. У Бруяка. И в этой тоже там. Рядом. Комиссантов рядом. И потом дальше в храм. Московской патриархии. В храме вообще. Ну там. Нам же надо пример подавать. Там вообще не шелохнешься. Стоишь вот так вот. Что вокруг только все ходят и все. Там тоже не поговоришь. После этого вышел. Тебя там все заталкивают. Толкают. Ну сами знаете храмы эти. МП. А здесь мы во-первых начали все делать. Все работали. Вот так. Начну сейчас. Валентину Павловну. Раиса Николаевна. Ну все все сестры. Все практически. Братья тоже. Николай Польгуев. Двери тут он делал и так далее. И алтарь. Все братья работали. Многие ушли уже. Вот пришел брат у нас. Роман. Историк. У нас молодец. Он тоже. Помогали туда. Холод даже было еще. Вот батюшка говорит. Почему там это совпадение. Не совпадение. Что именно в этот. Благодарственное считается чтение. Так мы могли бы вообще на лето. Были такие. Как бы. И пожелания тоже. Что мы будем тут зимой. Давайте все хорошо задоделаем. А к весне там потеплеет. Начнем молиться. Но. Постановлением свыше. Сказали. Нет. Молимся сразу. Как так вот. Еще не доделали. Не достругали. Двери еще не успели навесить. Все. Все уже начинаем молиться. Холодно было. Помните там эта печка какая-то стояла. Вся дымила. Ну в общем. И постоянно работали. И самое мне интересное что было. Это дежурство было. В том доме. Дежурство. И на дежурство обязательно брат и сестра должны были быть. И ночью же дежурили. Потому что сюда приходили страшные бурдалаки афганцы. А они что. Они же знают как захватывать этих душманов. Они приходили. И как. Знаете лисичка этого. Это этого. Как он. Как его зовут. Зайчик. Нет. Не зайчика. Жур. Журавля. Нет. Журочка. Его как это звали. Это мальчика. Жихарка. Жихарку. Жихарку. Выйди. Выгляни. И такие. Вы выйдите. Мы с вами тут поговорим. Такие в окно постучат потихоньку. И стоит один. А там. Потом посмотришь. Там раз. Их целая ватага. Вот выманивали. Там ходили. Все. Ну было интересно. И мы там постоянно делали запись. Дневник такой. В дневнике записывали. Кто приходил. Кто звонил. Там и так далее. Там. Ну в общем интересно было. И вот так мы все. Все. И подружились. Узнали друг друга по имени. Отчеству. Сейчас молодежь приходит. Им. Ну как бы не интересно это все. Потому что нету. Вот общего дела такого. Они пришли помолиться. Все. Уже есть тепло. Печку затопили. По именам, отчествам. Практически они никого не знают. Из наших старших сестер. Ну а когда там учиться. Когда с ними. Ну где-то пересеклись с одной двумя. И все. Остальных. Как ее звать. Это. Ну вот так вот. Мое такое пожелание. Чтобы Господь дал нам еще какое-то одно дело. Чтобы еще мы поближе сблизились. А какое-то дело вы уж сами помолитесь. Ремонт. Ремонт. Да. Ремонт. Это значит по шапке получен. Давайте это что-то может другое. И вот было. Можно было сблизиться. Прийти. Когда дрова таскали. Пришло раз, два, три, четыре. И никого больше не пришло. Вот так вот. Рабочий день. Давай хорошим. Все. Ну все. Давайте. Я устал разговаривать. Попаем и обедать. Отче наш. И вывеси на небесе. Да светится имя Твое. Да придется острие Твое. Да будет воля Твоя. Як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши. И мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения. Но избавим нас от лука. И вот то есть царство и силы и слава вовеки. Аминь. Господи благослови и освяти дары словом истины и молитвы. Аминь. Аминь. Еще я забыл сказать, что у нас тут проводились мероприятия очень интересные. Вот Роман, один из участников. Он здесь со своей женой обвенчался. Любимой. Это была двойная свадьба. Единственная у нас двойная свадьба была. Сразу. И очень было весело всем и интересно. Я еще хочу сказать, что буду рад вас следить. Старопрячивать всех. Потому что единственная церковь, в которой непорочное учение. И литургическое и коммуническое общение. Ты просто в правильное место пришел, брат, проповедовать. Мы тебя поймем. Ну давайте, садитесь за стол. Нет, может кто-то думает, что у меня кинет. Нет. Ну, нужно борщаться. Мы поймем и останемся на том же месте. Да. Я разговаривал с вами облакачивающимися. Про вашу мнение. Я очень переживал.